Казалось бы, обычное дело – прийти в аптеку и купить препарат. Но как быть, если врач назначил лекарство, которого нигде нет? Нина Шайко уже несколько лет борется с недугом по индивидуальным наставлениям доктора. Я работала очень много с химией, много лет, и заработала сильную аллергию. И она теперь у меня хроническая. Обычное мне лекарство не помогает. Мне прописал врач. Назначенные пилюли от аллергии и другие уникальные лекарственные формы – микстуры, порошки, растворы, мазисуппозитории – может изготавливать вручную фармацевт. Изготовление в условиях аптеки позволяет создавать лекарственные препараты, не имеющие промышленных аналогов, обеспечивать индивидуальность дозирования и не использовать в процессе изготовления консерванты, стабилизаторы и другие добавки. Компоненты препарата врач подбирает, исходя из особенностей организма пациента и характера его заболеваний. Поэтому лекарства готовят и отпускают строго при наличии рецепта, который выписывают на латыни. Марченко Светлана – фармацевт со стажем. Уже 30 лет работает с медикаментами. Обязательно антибактериальная обработка рук, стерильные материалы и распределение ингредиентов строго до сентиграмма. Не зря говорят – точно как в аптеке. Для того, чтобы правильно определить дозировку препарата, нам не обойтись без измерительных приборов. Для этого на одну чашу весов кладут разновес, а на вторую – сам препарат. Работа ручная, кропотливая, требует внимательности и багажа знаний, чтобы не допустить роковой ошибки при работе с медицинскими формулами. После изготовления лекарственной формы, если рецепт не требуется оставлять в аптеке, он возвращается на руки больному. Опытные провизоры приловчились готовить лекарства в течение одного дня, чтобы даже иногородний пациент мог забрать таблетки в срок и не прерывать режим лечения. Наталья Жатько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.